Как вы считаете, в связи с чем нынче на России начали так жестоко убивать украинских военных и так часто? Ну вы знаете, убивали же всегда, убивали всегда, не всегда до нас доходила информация об этом, не всегда. То, что это происходило, время от времени происходит, к сожалению, да, ну что ж, к сожалению, это неправильно, конечно, слова, а что ты здесь скажешь, кроме, ну ужас, ужас от этого берет. И я могу себе представить, какое количество украинцев и украинок всматриваются в кадры, в кадры в эти, в ужасе. И, к счастью, не узнавая своих близких, или узнавая своих близких, или оставаясь в то ли он, то ли нет, да, что хуже чего быть не может. Я, на самом деле, еще никак не могу преодолеть у себя гибель журналистки Виктории Рощиной, которую мы знали. И, слушайте, ну 27 лет, ну это невозможно. И я, на самом деле, не думаю, что, например, Викторию Рощину везли в Лефортово, чтобы готовить для обмена, из Таганрога, в Лефортово, чтобы отдать в Украину, ну нет, вряд ли. Вполне возможно, что и готовились предъявить какие-то совсем другие обвинения. Я сегодня читаю про очередные новые сроки украинским и гражданским, и военным пленным. Один из гражданских был приговорен на днях к 8 годам лишения свободы за конфиденциальное сотрудничество с иностранной державой, с Украиной. Я напомню, что это читает об украинцах. Что-то конфиденциально сотрудничал с собственной страной, что ли? И мы сегодня разбираемся, ему запретили передавать в тюрьму Евангелие. Евангелие у нас не прошло цензуру. Евангелие не прошло цензуру, чтобы передать украинскому гражданину Евангелие. Не подцензурная книга. Я понимаю, что всё это мелко на фоне того, что идёт расстрел военнопленных. Но я вот точно знаю, у меня в прошлой неделе вся была посвящена тому, что работа с БКА, БКА – это буду скриминальный полицай, это то же самое, что по российским, наверное, меркам, это Следственный комитет. И надо сказать, что очень серьёзные комиссары немецкие, очень серьёзные структуры занимаются тем, что называется международная адвокация, универсальная юрисдикция она же. Я думаю, что на Западе и во многих странах к этому готовятся. Что это такое? На самом деле это трибунал. Понимаете, готовится. Готовится трибунал по преступлениям, совершённым против украинских граждан страны российских агрессоров. Готовится. Небольшое утешение для близких погибших, для близких расстрельных, но этот трибунал будет. Это не просто преступление. У меня даже не подбирается слово, которое можно назвать. Они за границей представления о том, что может делать человек с человеком. Да, понимаете. В 21-м веке. Вы знаете, я сегодня почитала выступление генеральши Москальковой, которая в России заведует правами человека. Это совершенно удивительно. Я вам процитирую, потому что не веришь своим глазам. Госпожа генеральши, она вспомнила про Женевские конвенции, о защите гражданского населения. Только это гражданское население Курской области. Потрясающая совершенно лицемерка. Вы сказали о попытках выяснить судьбу жителей Курской области насильно вывезенных из СВУ. Сколько их всего? В мадрес поступления обращения в отношении более чем тысячи таких людей, от родственников, пытающихся их разыскать. Не лишним будет напомним, что принудительный вывоз гражданских лиц из местных постоянного проживания — это грубое нарушение Женевской конвенции. И мировое сообщество должно, наверное, дать этому надлежащую оценку. Представляете? Вы представляете? Говорит у полномочия права человека России, что оказывается перемещение гражданских лиц, вывоз из постоянного проживания — грубое нарушение Женевской конвенции. Да, на России, конечно, о Женевских конвенциях вспоминают тогда, когда это удобно. И вот именно поэтому мы так много говорим о том, насколько действенны будут вообще какие-либо договоренности с Россией, любые подписанные бумажки и так далее.